Далло изображение. Отлично, отлично, отлично. Где Вилат? Вилат болеет. Я за него. Так, секундочку, буквально мне на пару кликов. Все замечательно. Это Вигас или нет? Ну, стендинг Па, я не знаю кто. До этого был Вигас. Ну, знаете, Вигас, если сейчас этот стендинг Па или Ра, я не знаю, если он пойдет в мид на Акаше, значит это Вигас. Если он не пойдет в мид на Акаше, а пойдет куда-то в другое место, то значит, скорее всего, это не Вигас. То есть шанс того, что это Вигас, если он на миде, практически 99%. А шанс того, что это Вигас, если он пойдет на другой лайн, процентов 40-30. То есть это может быть все-таки Вигас, кто знает, может его там попытаются как-то на другую роль посадить. Ну, такое. Так, ну что, банят на первой стадии Виспа и Бэтрайдера товарища Эмпайр. Ну и Эл Прайд вычеркивают Никса плюс Котла. Магнус, Герокоптер в пике у Эмпайр. Драксир, Уэл Прайд. 100% инфы у меня, конечно, нет. Вигас может стоять сразу на 5 лайнах. Но это да, это он может. Контролить сразу, контролить руну сразу на 2 лайнах там и все такое. Это, это Вигас сможет. А Steam не чекнуть? Пока нет, сейчас они загрузятся и чекнем. Пока не могу. Версут, если ты читаешь, ты дебил. А ты в бою. Ха, ха, ха. Угу. Рубик Чен. Меня, кстати, в последнее время стали задалбывать вопросами. А кто победит? Версут, как думаешь? Победят ли там Virtus.Pro? Версут, как думаешь, у RockSkiss есть шансы выиграть у на Тайтхантер? Или там на Тайтхантер, кто выиграет там? То есть, эти вопросы не потому, что они беспокоятся реально о том, какая команда выиграет. А эти вопросы возникают, потому что им просто-напросто... Они же шмотки поставили. Нужно выиграть. Победа, победа, победа. Шмотки. У-у-у. Абузеры. Не знаю, мне лень делать ставки. Я бы на самом деле, у меня тоже шмоток немало. Можно было бы делать ставки. Я все-таки, как-никак, стримлю каждый день. Я не примерно знаю, кто как играет. Можно постоянно выигрывать что-то. Что-то да выигрывать, короче говоря, можно. Ты где работаешь? В шахте? Я работаю в шахте. В начале... Утром стою в 7-6, точнее. В 7 часов на остановке. Еду, короче, на шахтерском автобусе в шахту. Около часа, короче. Потом работаю там. Вот. Приезжаю обратно. Сплю и стримлю. А потом опять в шахту. Потом опять сплю. Начинаю стримить. Потом опять в шахту. Вот так вот. Такая вот суровая жизнь. А по выходным кушаю школьников. Че вру? Я вообще хоть раз врал? Я вообще не из тех, кто врет. Всегда правду говорю. Вообще не люблю тех, кто врет. Зачем врать? А на самом деле я работаю стримером. Вы не поверите, но я работаю стримером. И уже почти год как работаю стримером. До этого я занимался этим, ну, чисто, так сказать, на энтузиазме голом. Примерно год назад я начал уже какой-то профит иметь со стримов. То есть я целый год я работал, ну, как бы стримил по фану. Мне просто удовольствие это приносило. Было как хобби. Но потом я стримил все больше, больше и больше. Появился какой-то профит. И теперь я зарабатываю этим. Ну, как бы удовольствие получаю так же, как и получал. То есть и удовольствие получаю, и получаю деньги. Но вбухиваю на это, конечно, очень много времени. Поэтому я уже рассказывал про эту тему. Это всем интересно. Каждый раз этот вопрос задают. Ну, не будем сейчас углубляться в эту тему. Ну, на второй стадии, значит, банят Луну и Пака. Ну, соответственно, судя по этим банам, нужен какой-то мидер и фармила товарищам Элл Прайт. Ну, и Эмпайр вычеркивает всех самых неприятных. А как раз-таки имперцам не хватает саппортов. И вот одного за другим, Элл Прайт, не жалея, банят Бэйн, зомби. И вот последний герой, которого нужно забанить. Все смотрят тебя из-за твоих рейджов. Ну, не нужно свое мнение приписывать ко всем остальным. Я не думаю, что меня... Кто-то смотрит из-за рейджей, кто-то смотрит из-за чего-то другого. Поэтому... Не надо. Приписывать всем. Если ты смотришь из-за рейджей, это не значит, что там. Другие тоже из-за этого смотрят. Как школьники на вкус. Я их глотаю. Не жую. Сразу глотаю. Они мерзкие такие. Поэтому так. Где Блава? Блава на четвертом слоте. С ником... С ником. Вот. Скажи, где ставки ставить. Где ставки ставить? Я не знаю, ребят, где ставки ставить. Поэтому в чате можете спросить. Я думаю, там многие делают ставки, они поделятся. Я лично не знаю, в сайт, где делать ставки. Я... Это, кстати, кое-какая мысль у меня появилась. Интересно, интересно. Так. Анчантра, значит, в бане. И антимаг от Эмпайр. Боятся антимага. Я вообще считаю, антимага банить вообще не надо. Ну, потому что антимага это герой, которого выиграть легко. Просто 15 минут максимум фармишь, а потом начинаешь убивать. И все. Паспушить, убивать товара, пушить, 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 пушить. И победа. Антимаги в основном всегда максимум, что имеют, когда у них уже падает трон, это Battle Fury. Да, эта игра будет Бо-1. Версута этот чат читает. Да, Версута этот чат читает. И тот чат читает. Кто шмотки ставит, а кто... Тугрики. Я бы еще знал, что такое Тугрики. Поделись с вами предположениями на сегодняшние матчи. Я, ребят, не хочу, понимаете? Потому что меня начнут слушать те, кто будут делать ставки. Я не хочу как бы их дезинформировать, потому что я реально не знаю. Я не видел, как на EMS выступает Fnatic, как Virtus.pro выступает. Но могу сказать, что Virtus.pro выступает хорошо по последним играм. Они поднялись, стали лучше играть. Fnatic стали объективно лучше играть. То есть, если Virtus.pro буквально неделю... Ну, даже не неделю, дня три назад, как стали вроде выигрывать нон-стоп. А Fnatic уже где-то дней 10 точно-то, если не больше, выигрывают прям стабильненько. Поэтому в этой игре я даже не знаю, кто победит. В противостоянии Rock's Kiss с Noted Hunter здесь, опять же, Бо-1, понимаете? Было бы Бо-3, я бы поставил на Noted Hunter. Бо-1 не могу делать ставки. Так, значит, ласт пиком забрали Джаггернаут, Эл Прайд, Шадоу Демон, Джаггернаут, Лина, Фурион у Team Empire. Ну, знаете, пики довольно-таки серьезные в плане того, что они агрессивные. Вот уже будет зависеть от того, будут ли дотеры драться, потому что я не раз говорил, что вот, мол, пики агрессивные, будем постоянно за экшеном наблюдать. А в итоге выходит то, что команды там вообще вложат болтяру на то, что драться и фармят в лесу крипов и на лайне крипов и везде крипов. Фарм, 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 фарм. Крипы сами себя не зафармят. Что-то из этой оперы. Версута, кто пятый в Эмпайр? Сейчас мы чекнем Steam Profile. Не знаю, даст ли нам это что-то. Standing Pa. Папа. Так, смотрим. Ну, короче, это тот же самый тип, который был. И, скорее всего, это Вигас. У него был аккаунт vk.com Elpride, vk.com Hakon. Ну, типа, явно это не Hakon, само собой. Скорее всего, это Вигас. Процентов, ну, 90 лично, я думаю. Процентов 90, что это Вигас. Мистер Магнус. Так, здесь на линии, значит, будет играть Silent, Gablock, Furion, Scandal, Гирокоптер. И кто там остался. И Блава, Naix. С таким вот никнеймом что-то там, что-то там написано. Riku, Rubik, Juggernaut, Massacre. Android P, Chen. Hakon, Shadow Demon. Странно, да, что там не Hakon? Да, даже как-то странно. И Nestle, 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 так как Несквик, только Несквик. У меня так, кстати, мамка всегда вместо Несквика говорила Несквик. Я не знаю, почему. Я сейчас вот смотрю и вспоминаю Несквик. Прикольно. На DarkSiri такие вот дела. Steam Profile открою. Я открыл Steam Profile, вам просто видно не было. Ну, типа, иногда почему-то видно Steam Profile, иногда не показывают. У меня было видно Steam Profile. Я вам прочел никнеймы, которые были. И там не было нигде ничего похожего на Vigas. Ухаха, ухаха. Что смешного? То, что... Вместо Несквика Несклик? Я не думаю, что это очень смешно. Хотя, шоколота у нас такая. Покажи палец смеется. Пошути смешно. Сразу все... Ооо, что за шутка? Покажи палец. Или банку Ягуара. И этого будет достаточно, чтобы напрячь пресс на последние 5 минут. Ржать будут, как лошади. Так, ну, разбежались по лайнам. Странно, конечно, то, что Магнус на харде. Я не знаю. Может быть, все-таки это и не Vigas. Кто знает, кто знает. Ну, пятого игрока Empire. Мы, в принципе, скоро уже узнаем. Судя по тому, что там было, да. Последний вот этот видос, который был примерно неделю назад. Насколько я помню, появился. Может, чуть позже появился. Вот. И, в принципе, там обещали, что скоро. Ну, как скоро? Скоро это понятие растяжимое, да. Может быть, не совсем уж. Может, через неделю, может, через месяц. Кто знает, кто знает. Тут уже будет зависеть от того, смогут ли договориться с кем-то. И будет ли устраивать скилл данного игрока. Empire команда, как бы, ну, довольно серьезно относится к своим играм. Ну, и, соответственно, игрок нужен довольно скилловый. А чтобы скилловый игрок был и согласился играть, да, стабильно. Ну, не каждый игрок согласится. Не каждый игрок может играть. И так далее. Ну, моментов очень много. Поэтому, нужно время. Это вон Na'Vi хорошо. Собрали себе там по фасту. И вряд ли кто-то откажется. Хотя в Empire тоже вряд ли кто-то откажется. Но просто суть в том, что кого брать? Вопрос в том, кого брать. Нужно с этим разобраться. Ну, и вот пока вот с этим товарищем Empire выступает довольно неплохо. Будь то это Vigas, будь то кто-то другой. В любом случае выступает нормально. Игры у них получаются очень даже стабильными. И, в принципе, ну, да, там сливают. Вон, по-моему, на EMS они проиграли. Но это такое. То есть, опять же, нельзя заиграть новым составом сразу без каких-то поражений. Самое главное делать из этих поражений выводы. А не рассыпаться, да, как делают некоторые команды. Чуть что-то проще просто рассыпаться и, там, не знаю, собрать тех же практически по скилу игроков, но других. Что поменялось, непонятно. Так, Tiss Rav, что надо тут убить, вряд ли получится. Уж Сач пришел. Сейчас будет драться. Ну, агрессивной доты пока нет. Опять же, как в прошлый раз, я предполагал, что будет агрессивная дота. Хоть и пики довольно агрессивные. Но пока этого нет. Но это дело времени. Я считаю, что максимум еще минут, ну, 10 мы будем наблюдать за терподотой. А уж потом начнется веселуха. Причин, по которым команды рассыпаются, на самом деле масса. Я не знаю, например, по какой причине те же RockSkiss, да, там, поменяли свой состав. По какой причине 3D изменили свой состав. Ведь вроде ребята выступали, особенно 3D. Реально выступали хорошо. RockSkiss'ы показывали неплохую игру. Очень, ну, у Fnatic, вот, например, в рамках StarLadder выиграли, когда это была царская просто игра. Ведь они показали, что они могут играть. То, что все могут играть. Выиграть у Fnatic на тот момент было практически нереально. И никто не мог выиграть у Fnatic. А RockSkiss выиграли. И это довольно серьезный показатель. То есть команда выстрелила. Кто-то скажет сейчас, вот, типа, это случайность, просто повезло. Ну, случайностей, во-первых, не бывает. А уж во-вторых, даже если им больше повезло, чем это был скилл. В любом случае, они показали, что они что-то могут. То есть рандомный паб не выиграет никогда у Fnatic. И в то время, пока я тут рассказываю о том, кто ни у кого выиграть не может. Фурд делают ферстблат и товарищ Дарксир отправляется в таверну. И я не читаю чат, потому что сейчас мне будут рассказывать, какой я нехороший. Фурион вылетел. Я думал, там ДС. Ну, у ДСа есть танго. А что он не прав? Он, наверное, купил сейчас только. Походу, у него не было на тот момент танго, поэтому он и умер. Что-то как-то я и не предполагал, что ДСы смогут на топе забрать. Но, видать, через спруты от тангусиков-то не было. Надо иметь с собой всегда танго на случай ганга Фуриона. Ну, ганг удался. Фура получил там какую-то Икспу. Золото, конечно, он бы мог больше получить с фарма в лесу. Но, шестая, пятая минута у него перчатка и вот призится Мидас. Пока он просто фармит. Здесь второй левел. У Магнуса, конечно, с Икспой борода. В отличие... Хотя нет, у ДСы, я смотрю, тут тоже второй левел. Но к нему вон крипы подошли. Он сейчас Икспу-то получит. А Магнус пытается ее тут как-то тоже воровать. Гернаут уже почти с Омнислэшем. Максит Блэдфьюри. Ну и... Вардец свой. Вот, если вернуться к прошлой мысли, да, которую я там не договорил. Команды показывали хорошие результаты. Если поговорить про Рокскиз, я уже сказал, да, то, что они там выиграли у Фнатик. И вообще выступали довольно неплохо. Но, естественно, игры были не такие. То есть у игроков, наверное, амбиции были гораздо выше. Они хотели сразу всех побеждать, как сказал Лост. Они хотят сразу все. Сразу все не получишь. Ну, такое бывает очень редко, чтобы вот ты собрал какой-то состав и сразу начали жарить. Вон у Virtus.pro через сколько всяких... Через сколько поражений им пришлось пройти, чтобы заиграть нормально. Сейчас они играют более-менее стабильно. Тоже, конечно, не тот уровень, который хотелось бы видеть, да. Но в любом случае он уже какой-то уровень достигнут. А вот, блин, ни хрена себе он дымится. Пригорел. Пес войны. Ха-ха-ха-ха. Пес войны, лол. Ха-ха-ха. Жесть. Хе-хе. Отличное название. У курьера. Так вот. Блин, сбили меня с этим песом войны в смысле. Что сказать про команду 3D? Эти ребята выступали тоже круто. Пробили себе слот, например, Лигу. Причем пробили его через квалификацию. В которой выиграть было не так просто. Вообще выиграть миксовым, можно сказать, составом. Они на тот момент были, грубо говоря, миксом. Какую-либо квалификацию. Это уже довольно серьезное достижение. Не проиграть, да. Там ни одной встречи. Потому что там ты хоть одну игру сливаешь. Все. ГГ, ВП. Ты квалификацию профукал. Вот. И на 4Player Cup они заняли. Два раза там дошли до финала. По-моему, два раза взяли первое место. Первый раз выиграли у Notight Hunter в четвертьфинале. И там, ну короче, моментов было довольно-таки много. Я не знаю, почему они вдруг так взяли и рассыпались. Это, я считаю, только минус. Если только, опять же, причиной тому не послужило какое-то халатное отношение кого-то из игроков. То есть, да, там, если, например, 4 игрока настроены серьезно. Или там 3 игрока настроены серьезно. Постоянно там тренируются. Постоянно как-то совершенствуются. А там 2 остальных, ну чисто так по фану. У них нет никаких серьезных намерений. То тогда, конечно, да. С такими лучше, конечно, команду сразу не создавать. Команду создавать нужно с теми, кто разделяет твои. То есть те, кто собирается играть в доту чисто по фану. Без особых напрягов. То им, конечно же, нужно. Находить таких же. А те, кто серьезно собирается играть. Идти врываться в топы. Держать там, вгрызаться в глотку китайцам. И попасть на интернешнл. То таким тоже нужно, естественно, друг друга искать. Джиггернаут, значит, снизу. Убивает товарища Магнуса. И счет становится 1-1. За 8 минут 2 фрага. Которые я, кстати, пропустил. Да, наверное, уже теперь начнется сейчас уже экшен. Еще где-то, наверное, минуты 4 все-таки, наверное, будут фармить. Так что придется еще какие-то кулстори потравить. Пока друг друга просто-напросто игнорируют. Сейчас вот под инвизом вроде сидит здесь Рику. Сваливает скандал. Кстати говоря, его тиммейты рядом. Если Рику вылезет, ему там мало не покажется. О, в смоке. Начинает, уже начинает хоть что-то делать Алпрайд. Посмотрим, убьют ли гирокоптера. Потому что тиммейты вроде... А, ну фура там прилетит. Но опять же, если это потребуется вообще. Так, Рику ворует обилку. Поближе подтянул. Он своровал флаг Кэнон. Который вообще никак ему ничего не дает. Зацепили здесь. Ой-ой-ой, Джиггернаут раскручивается. Отъезжает Лина моментально. Ничего нет за Юзов. Подсейвил здесь немножко дисрапшеном. В итоге, скандалы убить не получится. Отступает скандал. Рику очень побитый. Вообще, тут вся команда Алпрайд довольно побитая. Отошли. Маны нет. И ХП тоже не особо много. Но сделали килл. И вроде как... Остались в плюсе. Лина там даже раздуплиться не успела. Под Сулкетчером. Джиггернаут с промакшеном Блэйдфьюри. Снес ее очень быстро. Снизу пытается уже хоть что-то себе... Наворовать бедный Магнус. У него тапок, стики со скроллом. Здесь что? Здесь шестой левел. Ого! Почти седьмой. Ну вот, гораздо проще Дарксиру стоять на своей линии. Он, наверное, еще и в лес там сваливал. Вполне возможно. Не обращал я на это внимание. Скандала 48 крипов. Спокойненько. Стоял в миде фармил. Вот тот, кто фармил просто замечательно, это Блава. У него 82 крипа. В отличие от Джиггернаута, у которого 60 крипов. Но у него 2 фрага. И они сломали тавер. То есть у Джиггернаута сейчас, наверное, нетворс не меньше, чем у Майкса. Так, что-то я не те кнопки жму. Во. Но нет, меньше. Меньше. Может у Джиггернаута что-то летит в курьере. Или может там есть шмотки какие-то. Хм. Странненько. Так, в миде начинается заруба. Магнус пришел. Но у него нет рейер с полярити. Поэтому особого смысла нахождения здесь Магнуса я не вижу. Наикс с Джиггернаутом пока фармят. Магнус. Надо ему поднять, конечно же, 6-й. Где-то наворовать экспу. Вот сейчас, кстати, снизу. Пойдет, наверное, похилиться. Вниз. Там как раз на рейер с полярити уже натикает. Фуру, Мидас, Хардрес, Катапок. Миказм решил заварить. Ну а товарищи Эл Прайд принимаются за такой серьезный куш. Подрубил Баклер. Какой-никакой армора. Вместе с Базилой крипы гораздо дольше живут. Еще и Хилен Вард поставили. Так, Глиф. Скандала. Секунда кулдауна. Ульты. Зайд. Ультимейт. Ракетами просто разносит. Ай-яй-яй. Рико здесь, конечно, не подрасчитал свои силы. Не рассчитывал, наверное, здесь вообще встретить Гирокоптера. Как же быстро его снесли. Вижена просто-напросто даже не было. Чтобы там Телекинез хотя бы заюзать что ли. Он просто умер. Ничего не нажав. Но зато забрали Тауэр. Который Чен за ласт хитил. Чена 750 золота. Миказм будет в скором будущем. А здесь ломается Тауэр. Заденайл его. Шадоу Демон. Он золотишко поменьше получил тот же Найкс. Но у Найкса, я смотрю, уже Армлет. Фейзы. Мидас. Жесточайший фарм, конечно. Просто жесточайший. При том, что от Товырофта попадало всего один. И тот заденайли. То есть он нафармил все сам. 105 крипов. Это очень много. Я не знаю, откуда Блава берет деньги. Откуда он берет столько крипов. Такое ощущение, что на его линии крипов в два раза больше, чем обычно. С таким, конечно, Найксом тяжело будет что-либо делать. Я уже не говорю о том, что Гирокоптер там тоже скоро отфармится. У него уже ПТ Боттл и близится Шадоу Блэйд за 13 минут. Вот это очень даже солидно. Рубик, к примеру. Тапок, Боттл, Стики Грейджины. Ну, Рубика тоже неплохо. 1700 сверху. Опа. Крип спалил контору. Пока. Эл Прайд, я считаю, в минусе. Хоть они ломают Товыра. Вроде как агрессируют. Общий счет, конечно, 2-2. По киллам вообще нифига не происходит на карте. По экономике Эмпайр выигрывают. Более 3000. По Экспе более 4. Тут все, наверное, золото. Все преимущество по золоту вот у этого товарища. Ну, блин. 112 крипов. Так. Готовится какая-то заруба. Подтягивают сюда игроки Эмпайр. Тауэр свой отдавать они, судя по всему, не желают. Ракета юзается на Джиггернаута. А где она вообще летит? Я не понимаю. Она, походу, летит с какой-то другой части карты. На Экс. Кускус. Замедляет Джиггернаут. А Джиггернаут сразу начинает раскручиваться. Притом, сейчас у него Блэйдфьюри закончится. И эта ракета где-то же летит уже. Ой-ой-ой! Ракета долетает! Бам! Там по башке. А тут. Хил. Магнус. Арканы. Стики. 10 зарядов в стигах. Ну и есть реверс полярити. Боятся, конечно, здесь Алл Прайт. Потрачим вардец. Сейчас он закончит свое действие. Без варда. Слатится. Опа! Ульту будет юзать? Ведь убьет же! Или не убьет? Нет, наверное, не убьет. А, тут Армлет же! Боже! Просто как-то даже непривычно так быстро купил себе фейзами Дас Армлет. У него же Армлет, а чужий есть. Да, там, конечно, убить не получилось бы точно. Начинают потихоньку спиливать Тауэр. Но тут опасно, конечно. В опасную доту играет Алл Прайт. Эмпайр на своей территории. Они играют от противника. И с такими бешенными айтемами Найкс, вот с ним что-то надо делать. Вот как-то с ним. Причем его надо не то, чтобы убивать, а как-то на него не попасть. А это очень сложно сделать. Я не знаю, я бы на месте Алл Прайт не рисковал бы сейчас тут драться. Плюс еще Магнус там в засаде сидит. То есть, пока они там будут Найксу пытаться хоть что-то сделать. А тем временем, вон Фура прилетел вниз, сломал Тауэр. Такая довольно противная игра. Вот Эмпайр разводят, растягивают. Дефит свою линию, просто не высовываясь. А в это время Габлак свою работу делает. Мека, Мидас, ПТ. Притом, когда начнется файт, он, конечно же, заюзывает ультимейт и еще прилетит. То есть, мало того, что он сплитпушит, так еще в любой момент может прилететь обратно. Вообще, Фура, я смотрю, очень круто в этой игре вписался. Прям по-царски. Габлак не прогадал с этим пиком. Так, юзается ультимейт. Начинается драка Магнуса пока. Опа, врывается Магнус. Реверс Полярити не стал юзать. Вот сейчас заюзал реверс Полярити. Лина, стан, конечно же, в никуда. Убили там Чена. Найкс сожрал его очень быстро. Массакри под ускорением. Сулкетчер на скандале. Со стиков отхиливается. Отошел. Фейтбол прокатывается. Но тут маны уже не так много. Есть даггер, прыгнет и маны не останется больше ни на что. Отступили. Тауэр, 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 тауэр. Но тут есть мана, можно драться. По идее. Но они отдают тауэр. Не хотят. Эмпайр играет очень терпильно. Не похоже на них. На самом деле, немного то ли свой стиль игры решили. Поменять. То ли именно на эту игру решили именно вот таким вот образом играть. Но они выигрывают, понимаете? При всем том, что казалось бы, они отдали тауэр, да, там и т.д. и т.п. Они выигрывают. Они снизу тоже сломали тауэр. Упал здесь и здесь упал. Но при этом Эмпайр сделали один килл. А Эл Прайд не сделали килла. И плюс ко всему, Найкс там со своим Медасом постоянно получает золото. Джиггернаут же имеет фейзы, Владмирс, барабаны. Ну, неплохо, конечно, но это не то, что хотелось бы, конечно же, Джиггернауту. Плюс тут Фура имеет уже ого-го какие шмотки. Здесь же, здесь же, здесь же, здесь же больше, по сути, ни у кого путевых-то айтемов и нет. Если глянуть опять на экономику, уже, ну, то есть, стабильно растет преимущество. Уже ближе к 7,5. Не достигло, конечно, еще этой отметки, но идет все к этому. А здесь по XP 7,5. То есть, вот то, о чем я и говорил. Эмпайр стабильно выигрывает карту, но вот... Один какой-нибудь четкий файт от Эл Прайд может, конечно, все перевернуть. Где-то Эмпайр могут подставиться. Здесь собирается Орчат. Скандал. С Шадоу Блэйдом. Уже, уже довольно неприятный. Придется там всякие сентри покупать, вечно тыркать. А это дополнительное золото. Считай, сломал тавер. Вместо того, чтобы купить себе какие-то шмотки, приходится покупать сентричники. Которые 200 голды стоят ни много ни мало для саппорта. Это нормальные деньги. Против команды Эл Прайд, например, сентри просто не нужны. Они будут потом покупаться там, чтобы там, например, развардить или может сразу гем купиться, чтобы переломать все варды и так далее. Вот, например, тут есть сентри вард у фуры. Ну, это скорее на всякий случай, нежели там, на постоянной основе. Хакону на постоянной основе нужно иметь с собой сентричник. Так, Массакри. Решил вот так вот в наглую забрать Рошана. Рику встрял. Так, с сеточкой там, ну, тут Рику отошел. Лина зацепила станом, не стал давать Лагуна Блейд. В наглую забивает Рошана. Тем временем на топе падает Тауэр. Габлак имеет два косаря золота. Найкс может залезть в Габлака. И они могут, например, прилететь и отбить Рошана. А могут сломать Т3, пока здесь убивается Рошан. Причем Рошан будет убиваться довольно-таки еще долго. Гирокоптер дает свой раскаст. Так, Т3. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Начинается драка, убили Лину. Гирокоптер под Инвизом. Здесь стоит в центре Вар. Рошана они добить так и не смогли. Здесь уже падают бараки. Что же делают, Элпрайд? Боже ж ты мой, нужен... Но они, короче, на характере. Просто до конца чихать на эту линию. Рошан. 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 Все за Рошана. Все, хорош. Забрали Рошана. Потеряли линию. Сломали Т2, Т3 и еще и миличный барак. Ну, Элпрайд, ребята, ну вы что? Совсем, что ли? Что это было сейчас? А самое, знаете, обидное? То, что сюда прилетает, к примеру, кто-то дефит. Фура с Найксом прилетают сюда. Да, Найкс лезет в фуру. Фура прилетает на Рошана. И они в двоечка, ну, даже не в двоечка. Там вся команда подходит. И убивает Рошана. Беспрепятственно. Потому что Элпрайдам пришлось бы в любом случае отступить. Так как там один или двое прилетели по дефит. А в меньшинстве драться нет смысла. Вот, собственно, переиграли. Чисто тактически. 4-3 счет за 20 минут. Невероятно, как бы, мало киллов для нашей Рашан Доты. Как ни странно, оба наших коллектива. И обычно именно вот наши дотеры постоянно какой-то экшен учиняют. Это может связано быть с какими-то фейлами. Но в любом случае постоянные драки. А тут 4-3. Мега, мега терпильная игра получилась. Но я не могу сказать, что она мне не нравится. И тут игра, так сказать, битва умов, что ли. Тактика. Чья тактика затащит. То есть, одни идут убивать Рошана. Другие идут сплитпушить. Одни идут убивать Тауэр. Другой Фура, да, вот в лице Фуриона идет. Ломать следующую линию. По другой линии Тауэр ломает. И пока вот у Эмпайра игра складывается очень даже хорошо. Реверс полярити. Вот это да. Троих зацепил. Шоквейв. Чен отхиливает все то, что надамажили. Найкс вынужден отступить. Магнуса разорвали на части. Но здесь не вся команда Эмпайра присутствовала. Вот если бы скандал был на месте. Там такой был реверс полярити царский. Убивают Найкса. Лина раскастовывает ультимейт. Вынужден здесь Сайлент отступать. Буквально еще одну тычку убивает еще и Сайлента. Гарпия молниями накрывает, кстати, очень даже вольно. Габлак отступает. Вот тот файт, о котором говорилось. Один хороший файт и Элпрайт могут перевернуть. Но Элпрайт потеряли линию. Габлак под Шадоу Блейдом за 21 минуту. Мидас. ПТ. Миказм. Шадоу Блейд. Это слишком много, конечно. Очень много шмоток. Тем временем скандал начинает пилить уже Т3. Конечно же, вторую линию явно здесь уже Элпрайт не отдадут. Жаль, конечно. Я считаю, что если бы скандал все-таки был тут, а не снизу, это было бы гораздо выгоднее. Ну, опять же, кто бы мог подумать, что Магнус без Даггера сможет заюзать реверс полярика в троих. Ни в одного, ни в двоих. В троих. Это просто ГГ, если Магнус юзает в троих ультимейте. Все, ГГ. Причем не важно. Два саппорта там и какой-то другой герой, хардлайнер. Не важно, какие персонажи. Ну, само собой, если это будут мидер, керри и хардлайнер, то вообще борода полная. Но даже если это будут два саппорта и какой-нибудь там керри или любой другой еще какой-то персонаж, в любом случае, этот файт слит и стопроцентно, потому что там просто-напросто под этот реверс полярити юзается раз, два, три обилки, которые вносят миллион урона. Лина там дает раскаст и так далее. Но их рядом не было, был только товарищ Найкс. Угу, в миде нападает он. Выбивает гем с дабл дэмэджем, скандал. Рубика просто разнесло к чертовой бабушке. Ой-ой-ой, андроиды тоже зацепило. Ох, вот это сейв. Ну, андроиды борода. Да ладно, отхиливается, но, конечно, все-таки борода. Борода, она такая длинная, растянет везде. Когда ты под замедлением мульты гирокоптеров, сложно куда-то уйти. Тем более, под дд находится скандал. Тычка очень жесткая. Никуда не уйти. Ну и эмбайр идут, пушат по миду. Последний внешний тауэр остался. Тут вообще нет лайна. Здесь побитый т3. Ну, а здесь сейчас будет побитый т3. Кто на магнусе играет, ответь, плиз. Я не знаю, ребята. Думаю, это Вигас, но я не уверен. Я не уверен. Официальное, как бы, представление игрока, да, официальный анонс там полного ростра Эмпайр, я думаю, уже будет скоро. И у меня достоверной информации нет. Я могу только предполагать. Так же, как и, собственно, вы. Что такое? Что-то боттл выложил, боттл взял, зарядил, вытащил, поставил. Что они делают? Колдуют, что ли? Обряд такой. Вигас это. Ну, я тоже думаю, что это Вигас. Этот игрок на Акаше 200 тысяч игр отыграл. Я тоже говорил, что это Вигас процентов на 80. Но, блин, то, что сейчас он на магнусе и на харде, заставляет немного усомниться. Но я тоже считаю, что это Вигас. Хоть и не было никакого официального анонса, но Вигас ушел из команды Эл Прайд. И явно он ушел не просто так. Явно он уже где-то, наверное, играет. Соответственно, раз ушел. Так же, как и Фаник. Он ушел из Эмпайр. И еще, когда он ушел из Эмпайр, никто и не знал, что он будет 100% в Na'Vi. Но все практически на 100% были уверены, что он будет в Na'Vi. Ну, согласитесь, это было довольно очевидно. То же самое и здесь. Вроде как очевидно, что это Вигас, но на 100% быть уверенным нельзя. Только на 99,9. Не знаю, что здесь сделал Рику, но явно Na'Vi был этим доволен. Скушал его буквально за два удара. Дредд пятый в Эмпайр. Да. Дредд сразу играет в двух кланах. В Эмпайр. В команде Эмпайр, да. И там, в какой он сейчас? Рокскиз. И он еще иногда в 3D-клан успевает поиграть. Ну, дредд такой. Везде успевает. Но если бы это был Смайл, я думаю, Смайл бы играл немножко на другой роли. И тут явно не Смайл. Как ни крути, это не Смайлуха. Я думаю, Смайлуха может и на другой роли играть, но все-таки, раз уж он суппорт, наверное, и будет играть на суппортах. Да и Смайл сказал, что в ближайший месяц он возьмет перерыв и точно не будет играть. А потом, там, может комментировать будет, может играть будет, там, как пойдет, так сказать, как фишка ляжет. Он в интервью своем выразился именно так. Ну, примерно так. Опа, Джиггернаут. Габлака здесь зацепили. Опять хороший реверс полярити. Ну, правда, вот, увел своим сквером подальше. В итоге ульта Герохоптера надамажила чуть меньше, чем должна была. Найкс там раздамаживает, конечно, очень больно. Зажали бедного Джиггернаута и в толпу его просто запинали. Убивают двоих, теряют одного. Фурион очень побитый. Со скролла улетает. И сейчас с телепорта вернется обратно. Байбэкнулся. Массакрия у него. Сакрит. Ого, интересно. Интересный закуп. Ну, а Найкс там с бешеными айтемами. Дизолятор, Орчет, Армлет, Фейзе, Мидас. Все это за 27 минут. Жесточайший просто Нетворс. Где он там? 15500. Конечно, очень много. Герохоптер 13. Фура 12. И вот у остальных лишь 9, там, 5. Ну, то есть, это вообще разница колоссальная. ГГВП пишет Рику. И здесь Эмпайр, конечно же, выигрывает. Ну что, а мы переключаемся на ЕМС.